Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Шарафеева Александра, я экскурсовод Музея Фаберже. Мы находимся на выставке под названием «Красота святости и святость красоты», которая продлится до 14 июля этого года. Сегодняшняя наша онлайн-экскурсия будет посвящена фабрике Ивана Петровича Хлебникова, а также драгоценным окладам русских икон, представленным на выставке. Фирму Ивана Петровича можно было назвать крупнейшим московским сереброделательным предприятием своего времени. Открыта она была в 1871 году, однако, по словам основателя компании, он начал торговать серебряными изделиями аж за 40 лет до этой даты. Продажа продукции осуществлялась в четырех фирменных магазинах – в Москве, на Ильинке, на Кузнецком мосту, в Петербурге, на Невском проспекте и на Нижегородской ярмарке. Уже в 1879 году Иван Петрович получил почетное звание поставщика двора его императорского величества, в связи с чем количество придворных заказов резко возросло. Кроме того, Хлебников был удостоен почетных званий поставщика дворов короля датского, короля сербского, короля нидерландского и даже князя Черногорского. Более того, фирма Хлебникова получала заказы на создание церковной утвари во многих значимых храмах – в Московском Кремле, в Риге, Ницце, Киеве и многих других российских и зарубежных городах. В частности, именно фирма Ивана Петровича создала церковную утварь для храма Христа Спасителя в Москве, а именно около 50 культовых предметов. Окладов же на фабрике производили относительно немного. Как правило, все отличаются высоким качеством, независимо от конкретной техники исполнения, часто с накладными ризами и орнаментированными бордюрами на полях. Филигранность работы чувствуется даже в несложных произведениях, таких как оклад иконы «Богоматерь Казанская» под номером 5. На широких полях прочеканен вьющийся стебель с крупными высокорельефными цветками. Наугольники окаймлены золоченой веревочкой, превращающей контур деталей в особый декоративный элемент. Скромный розово-голубой цветочный подзор венца не нарушает цельности силуэта, но вносит лирическую ноту. Многие хлебниковские оклады украшены четкими, повторяющимися узорами, где растительные мотивы геометризованы и образуют упорядоченную структуру. Например, цветки в кругах на окладе иконы «Великомучник Пантелеимон». Выверенная структура ощущается в окладах икон «Господь Содержитель» и «Ангел-хранитель» и «Благоверный князь Александр Невский» в предстоянии Святой Троицы. Оклад иконы «Свидетель Николай Чудотворец» под номером 4 напоминает работы Павла Овчинникова, которые мы видели на прошлой онлайн-экскурсии. На предприятии Хлебникова отдавали дань и модерну, но в основном предпочитали умеренный вариант стиля, как, например, на окладе иконы «Богоматерь Иверская». Тем не менее, настоящим шедевром национального варианта модерна неорусского стиля можно считать складин «Спас нерукотворный», «Ангел-хранитель», «Свидетель Николай Чудотворец» с чеканным изображением на навершии конного великомученика Георгия Победоносца, поражающего змея. Кайма навершия ассоциируется с лавровым венком, символом славы, почета и долголетия. Легкая асимметрия вьющихся стебельков вокруг иконных образов придает орнаменту ту органическую естественность, которой были лишены узоры русского стиля. Наружные створки оформлены, как деревянные врата XVII столетия, с декоративными петлями, секирным замком и металлической оковкой низа. Неяркое мерцание самоцветов и жемчужин создает неожиданный и острый контраст с якобы утилитарной формой предмета. Наряду с такими произведениями выпускали оклады типа цветочного венка. Например, на складе «Господь-содержитель» Архангел Михаил Великомучник Георгий Победоносец венок состоит из разноцветных лентовидных листьев и шестилепестковых синих цветков в строгом порядке расставленных по углам и по центрам полей. Еще один оригинальный вариант складня представлен в центре витрины. В данном случае вместо венка изделия украшают сине-голубые ленточные обрамления икон. Интересно, что опорами служат не декоративные колонки, а литые стержни, на которые надеты петли створок, будто парящие в воздухе. Подзоры по нижнему краю напоминают оформление оконных проемов в русском стиле. На складе представлена Святая Троица, Святитель Флавиан и Равнопостольная Нина. Изделия заказали в молитвенное воспоминание православной жительницы Варшавы. На обороте в редкой для окладов техники черни изображен храм Святой Троицы в Варшаве, построенный в 1701 году как католический и превращенный в православный в 1835-1837 годах. Подарок предназначался архиепископу Варшавскому и Холмскому Флавиану, получившему новое назначение в Грузию. В этой витрине находится складень мученики Горий, Самон, Авив, святитель Алексей, митрополит московский, мученица Антонина. Складень был преподнесен Алексею Владимировичу Еврейнову, одному из богатейших помещиков Курской губернии, и его супруге Антонине Васильевне, в ознаменовании десятилетия со дня их свадьбы. Мученики Горий, Самон и Авив почитаются как покровители брака. Разноцветные завитки стебельков и листьев перемежаются острыми, похожими на вымпелы, голубыми треугольниками в духе модерна. Сканные спирали с мелкими цветками и крупный крест с сердцевидными концами украшают наружную сторону, словно обтянутую дорогой византийской тканью. Складень был выполнен на фабрике Михаила Яковлевича Тарасова для фирмы Ивана Петровича Хлебникова. На этом наша онлайн-экскурсия подошла к концу. Мы будем рады видеть вас на выставке «Красота святости и святость красоты», которая продлится до 14 июля этого года. Следующая наша онлайн-встреча будет посвящена работам московской фабрики Федора Рюкерта, выдающегося ювелира, которого называли «Живописцем по Эмали». До новых встреч!